Том Харди — это самый настоящий секс-символ, который год за годом покоряет поклонников своей искрами и харизмой и умением перевоплощаться в любую личность, используя актерскую игру по методу. Однако наш красавчик — очень противоречивая личность, которая за любой некомплементарный навет в свою сторону готова устроить мордобой в любом месте и в любое время. Кажется, что от мачо, который выглядит воплощением истинной маскулинности, ты и не ждешь иного поведения. Однако Томми далеко не так прост, как кажется на первый взгляд. Что если я скажу вам, что на самом деле за образом столь мужественного и крепкого парня стоит очень ранимый мальчик и даже несколько женственный? Привет, ребята! Сегодня у нас с вами мистер Том Харди — воплощение такой яркой сексуальности и мечта всех гетеросексуальных мужчин, которые хотят быть на него похожими. Томми, знаете, это такая личность, которая как бы и нашим, и вашим, и водочки попить в России, и поиграть на заднем дворе. Все любим, все можем. Почему тот факт, что в 2010 году Том Харди сделал каминг-аут настолько интересен? Каминг-аут для тех, кто в первый раз попал на мой канал, это когда человек заявляет о своей сексуальной ориентации, ну, либо признается в чем-то еще, но в основном это определение относится к сексуальной ориентации. Так вот, почему это интересно? Во-первых, потому что Том Харди — это не Гарри Стайлс, не Тимити Шаламе, от которых вроде как даже если они признаются, ничего особо, ну, мир не поменяется, и ни у кого сердце не разобьется, потому что там, как говорится, на лице все написано, да? Но что касается красавчика Тома Харди, это, во-первых, типичный голливудский супергерой, типичный типаж таких, как Крис Эванс, например, Крис Хэмс, вот что-то такое. Это те, от кого ты не ждешь подставы, потому что, ну, а что мы вспоминаем, собственно, когда думаем о Томе Харди? Ну, конечно, это Веном, это все его вот эти вот роли таких сурового гетеросексуальных мужиков, и, конечно, когда мы видим другую сторону всего этого, то происходит некий такой диссонанс, о чем мы сегодня и будем болтать про всякие такие, в общем, сегодня у нас чай на Тома Харди. Конечно, это было. Я актер, черт побери. Я пробовал все и всех. Я люблю разные тела и само понятие телесности, но сейчас мне тридцатник, и теперь мне это неинтересно. Я экспериментировал в свое время, и на этом хватит. Но все же есть вещи из опыта гей-мужчин, которые я бы хотел применять в своей жизни. Все мои знакомые геи понимают мои обувные загоны. Во мне, определенно, есть женственные качества, а множество геев имеют неоспоримо мужественные качества. Я часто слышу в свой адрес, что я выгляжу очень мужественно, но я не чувствую этого. Я чувствую в себе женственность. Я бы хотел быть одним из тех мальчиков, но я не чувствую себя среди них. Может, мои мужские качества, внешность – это результат компенсирования того, что я не из числа брутальных и мужественных. После этого своего высказывания Том агрессивно реагировал, когда репортеры снова спрашивали его про гомосексуальный опыт. Но здесь, по-моему, если составлять некий такой чуть-чуть психологический портрет, то становится вполне понятно, что он говорит, что образ мужественности, который он олицетворяет в кинематографе и в жизни, ему навязан. Сам по себе он, возможно, не такой человек. Я из ЛГБТ-организации, и мой вопрос для Тома Харди. В фильме ваш герой очень открыт о своей сексуальности, но, давая интервью, вы не конкретизируете свое. Как вы думаете, сложно ли знаменитостям говорить публично о своей сексуальности? Ты о чем вообще? Я говорю о том интервью для магазина Attitude, которое вы давали несколько лет назад. А что за вопрос-то? Находите ли вы сложным для знаменитостей говорить о своей сексуальности? Я не думаю, что для знаменитостей тяжело говорить о своей сексуальности. Ты о моей ориентации спрашиваешь? Ну, типа того. Почему? На хрена? Спасибо. Том Харди сыграл красавчика Боба в фильме «Общак», и также он снимался для обложки гей-журнала. Возможно, он вообще был в образе этого Боба, когда ответил так, как ответил. Хотя Том всегда отличался своей искренней харизмой, и когда он дает интервью, он вообще не пытается понравиться людям. Он скорее ориентируется на то, как он чувствует себя на данный момент. Иногда он смешно дурачится, иногда он раздевается и ест шоколад во время интервью, а иногда он ведет себя грубо и не стесняется грязных шуток. Но при этом, чем меня также заинтересовал и зацепил Том Харди, он не какой-то яростный гомофоб, он даже не внутренний гомофоб. Даже если он и сказал, что да, я имел какой-то гомосексуальный опыт, но сейчас мне это не интересно, то это не из-за внутренней гомофобии, а скорее всего, потому что так и есть. Обратите внимание, что Том Харди, в принципе, вообще свободно говорит эти слова и ничего не стыдится. Даже если это обычный прикол и было все сказано в шутку, он явно выглядит уверенным в себе, чью мужественность не уничтожит чьи-то подозрения или слова о его ориентации. Российским зрителям Том впервые полюбился в фильме «Рок-н-ролльщик» Гая Ричи. Там он играл бандита-красавчика Боба, закрытого гея, влюбленного в своего друга, персонажа Джерарда Баттлера. Я помню эту сцену каминг-аута в машине перед посадкой в тюрьму, посмотрите. Ты мой лучший кореш. Я не стриптизерш хочу раз-два. Я хочу тебя. Образ красавчика – это классический закрытый брутал, тестостероновая угроза и яркий пример МГСника. Но если посмотреть на него, то он чуть ли не рыдает в Рейндж-Ровере, пока друг орал на него после признания. Тому, кстати, как вы можете заметить, очень подошла роль закрытого гея-брутала, и он довольно-таки секси в ней. Фильм тоже был хорош, но его не отметили как шедевр, и особого какого-то буста в карьеру Тома Харди он не принес. Хотя в Британии у него уже были свои поклонники, и в принципе он всегда изначально всем нравился, как раз-таки из-за классического такого образа. Красивого мужчины, который просто нравится. Потому что соответствует представлению женщин и мужчин о том, как должен выглядеть идеальный мужчина. Если анализировать фильмографию Тома Харди, то он всегда играет брутальных мужиков. Либо солдата, либо преступника, либо какого-то психа, и всегда с этим круто справляется. Поворотным моментом в карьере Тома является картина «Бронсон» – биографический фильм про самого известного из ныне живущих британских преступников Чарльза Бронсона, мотающего свой срок в разных исправительных учреждениях, и он вряд ли выйдет из тюрьмы. Мне кажется, у Чарльза Бронсона и у Тома Харди очень много общих черт, и именно поэтому Том так органично вписался в эту роль. Они оба из благополучных семей, но судьба так распорядилась, что они имели тягу к какому-то хаосу и беспорядку. Они имеют отношение к сцене. Том – кино и театральный актер. А Бронсон был циркачем и участвовал в кулачных боях. Нужно обладать какими-то врожденными качествами, чтобы иметь смелость и драйв отстоять на сцене и сделать что-то толковое. Быть актером и участником кулачных боев не одно и то же. Но все же ринг – это сцена, а сцена – это ринг. Ты выносишь удары, кто-то пинает тебя в печень, бьет по носу, пару зубов вылетает, ты терпишь боли и учишься бить в ответ. И только после того, как выстоял весь мордовой, ты удостоен награды и славы. Том и Бронсон похожи тем, что совершали разные преступления. Наш любимчик Том Харди мог оказаться в тюрьме и, возможно, когда-нибудь у нее все-таки попадет, потому что, судя по его дебоширству, по его пьяным дракам, такая участь может его не обойти стороной. По словам самого актера, в возрасте от 12 до 19 лет он был непослушным мальчиком, мягко говоря. Ему несколько раз давали выговор за хулиганство. Серьезный тюремный срок грозил, когда полиция остановила его на угнанной машине. Очевидно, Харди и его приятель одолжили чей-то Мерседес и отлично проводили время, катаясь по городу. Что еще хуже, полиция обнаружила, что у Харди был пистолет. К счастью для будущей суперзвезды, его соратник оказался сыном дипломата, поэтому весь инцидент незаметно сошел на нет. Однако Тому повезло, что его творческое начало как-то победило деструктивно, и он стал меняться. Чего не происходит, к сожалению, с 90% мужчин, у кого есть только деструктивное начало, а творческим там и не пахнет. Но на самом деле, конечно же, это еще и потому, что Том-то родился в творческой семье. Его отец Эдвард сценарист, а мать Элизабет художница. Да и родился он не в дыре в какой-нибудь Сибирской, а в Лондоне. Родители вкладывали в воспитание Тома очень много усилий. Они окружали его искусством, литературой, отправили учиться в частную школу. Но этого было, конечно, недостаточно. Он был очень общительным и любознательным ребенком. Он дружил с разными детьми, и среди них всегда были ребята из неблагополучных семей. И с ними ему было интереснее проводить время. Том впервые попробовал алкоголь, как и большинство подростков, в 13 лет. И так началась его история с зависимостью. Да, с которой он борется по сей день. Во многих изданиях пишут, что Том Харди избавился от алкогольной зависимости в 2003 году, так как он прошел рехаб. Ребята, Том Харди не избавился от алкогольной зависимости. У Тома Харди есть психическое расстройство, не могу назвать это слово, потому что ютуб его не любит. Люди, страдающие этим заболеванием, естественно склонны к зависимости, к тревоге и к социофобии. Тем более всю молодость Том Харди расстратил на вещества и на алкоголь. Его первый брак закончился разводом из-за его же зависимости. Он проводил время в притонах, лишился всех друзей из близкого круга. Харди сам признавался, что был готов за дозу мать продать в те времена. Про свою молодость он вообще говорил, что иногда терял сознание и не понимал, где находится, и что ему хотя бы повезло не заразиться ВИЧ. Когда Том работал над ролью Чарльза Бронсона, он и с ним тоже общался. И, конечно же, поначалу Бронсона не впечатлило телосложение Харди, но он дал свое одобрение после того, как актер прибавил несколько фунтов. Харди также покорил заключенного подарками в виде кексов и банановых молочных коктейлей, так что с зэком они подружились. И более того, Чарльз Бронсон сбрил свои усы для того, чтобы Том Харди наклеил их на свое лицо. Представляете, сколько вжился в роль. После успеха фильма Бронсон Тома Харди наконец заметили в Голливуде, и через год он уже будет играть в картине Кристофера Нолана «Начало». В этом фильме перед Томом стояла задача сыграть Имса, профессионального вора, который умеет имитировать любой образ во сне. Во время съемок этого фильма он подружился с Леонардо Ди Каприо. И посмотрите, да, какой, казалось бы, джентльмен Леонардо Ди Каприо, такой весь всегда утонченный, такой аристократ и пьяный вечно дикий Том Харди. И при этом они друзья, и даже Том Харди набил татуировку, посвященную Ди Каприо. Еще один забавный факт про Лео и Тома, это то, что их обожают в Якутии. Он был в Имиконе, где еще минус 58 всегда, и принимал участие в съемках документального фильма о Дискавери «Путешествие в экстрим». На фотках с этой поездки Том выглядит весьма счастливым, несмотря на температуру воздуха. Можно даже, наверное, сказать, что это путешествие было подготовкой для съемок в фильме «Выживший». Том купался в проруби, парился в баньке и на фотках выглядит, как настоящий сибирский мужик. После этой поездки Том сделал тест ДНК и оказалось, что он аж на 22% сибиряк. Еще один его звездный друг, это, конечно же, Киллиан Мерфи. Они снимались вместе в трех фильмах Кристофера Нолана и в «Острых козырьках». И Киллиан весьма хорошо отзывался о Харде и выражал восхищение его талантами. Кажется, Кристофер Нолан умеет делать такую рабочую обстановку, что все вокруг начинают дружить и общаться. Иначе как еще объяснить еще одну дружбу Тома с коллегой, с Джозефом Гордоном Левитом? Возможно, в ажиотаже вокруг отношений Тома и Джозефа виноват фандом. Когда вышел фильм «Начало», многие зрители заметили химию между персонажами Тома и Джозефа и объявили, что их пара канон. Так вышло, потому что по сюжету фильма были неоднозначные намеки о том, что они встречались ранее. Но никаких подробностей об отношениях их героев дано не было. Что дает большое поле для различных размышлений. В англоязычной части интернета очень много фанфиков про них и очень много их отфотошопленных фотографий, которые, может быть, вы видели. Если вас удивило, что в Голливуде Том Харди смог найти друзей со своим отвратным характером, я вас сейчас, наверное, шокирую. Он даже дружит с членами королевской семьи, с принцами Гарри и Уильямом. Все трое даже снимались в одной сцене в фильме «Последний джедай», но она не вошла в финальный монтаж. У Харди с принцем Гарри даже более близкие отношения, чем с принцем Уильямом. Том говорил, что принц Гарри – легенда. Я бы искренне хотела, на самом деле, узнать, если бы у меня была возможность задать интервью Тому Харди, что такого легендарного сделал принц Гарри. Кто подскажет? Однако Том отказывается раскрывать детали их дружбы. Известно, что они знакомы с 2010 года, и Том участвует в благотворительном проекте Гарри – принц Траст. Мне интересно, чем они вместе занимаются, на самом деле, Том Харди и принц Гарри. Что там они на лошадях катаются или куда? Что делают они? Может, они охотятся или они играют в шахматы? Как вы думаете, Том Харди – он вообще хороший шахматист или нет? Мне кажется, что хороший. Киллиан Мёрфи и Джозеф Гордон Левитт, в принципе, говорят, что Том Харди – нормальный, ровный мужик. Но главное, от него чуть подальше на расстоянии держаться, потому что может с кулака прилететь. Тебе вот так невзначай, потому что выглядит он может как душка, как милашка. А на деле там целая буря каких-то, может быть, непроработанных комплексов. Из-за этого происходит такая физическая реакция, постоянные драки. Ну, согласитесь, что алкоголизм – это все-таки не от хорошей жизни происходит. Во время съемок фильма «Дорога ярости» по стапокалиптической антиутопии, Том Харди, естественно, вел себя как полный мудак. Он опаздывал на съемки и чуть ли не срывал процесс своими диво-закидонами. Члены съемочной группы рассказывали, что Том вел себя грубо и был несговорчивым. И для них вообще сложно работать с таким человеком. В итоге он не выходил из своего трейлера и работал так, будто он и не хотел всем этим заниматься. Ширлист и Рон относятся к той категории людей, которые пытаются вести себя профессионально в любой ситуации. Она очень дотошна и дисциплинирована. А Том скорее, ну, он из тех актеров, которые до последнего используют метод Станиславского. Да, поэтому я изначально, в самом начале ролика сравнила его с Марлоном Брандо. Они оба не только играют по Станиславскому, они и живут по Станиславскому, да? Когда ты на экране просто перевоплощаешься в самого себя, когда ты становишься своим героем на самом деле. И потом ты можешь перенять этот образ на свою личность и не сможешь его снять. В общем, те, кто играют по методу, это сразу видно. Однажды Том опоздал на съемки на три часа. Ширлист и Рон сидел в машине вся в гриме и ждала его. Без него не могли снять сцену. И тут, валяжным шагом, с наглым видом, мистер Том идет по пустыне к съемочной площадке. Это жутко разозлило Ширлист. Она вышла из машины и начала орать на Тома, на всю команду, и требовала, чтобы Харди выдали штраф за опоздание. Том быстро побежал к ней и начал, грубо говоря, требовать от Ширлист, ну, как на его языке, пояснить за базар. Я не знаю, что бы я делала на месте Ширлист и Рон, если бы такой быдлячок бы подошел ко мне пообщаться. Но, с другой стороны, это надо привыкнуть к такой личности, как Том Харди. Хотя, если перестать прикалываться, то у Ширлист и Рон действительно были серьезные претензии к работе Харди. Она понимала, что если никто не будет показывать свое неодобрение к такому отношению, то никто ничего и не будет предпринимать, ничего не изменится. По итогу, после этого инцидента Ширлист добилась того, что к ней приставили сопровождающего в случае повтора таких ситуаций. Она вообще не хотела оставаться наедине с Томом Харди, и я ее понимаю. Под конец съемок поведение Тома все-таки поменялось, и он стал лучше относиться к актерам и к съемочной команде. Как бы Том прошел арку своего героя не только в кадре, но и в жизни. Ну и давайте уже поговорим про вражду Шайла Баффа и Тома Харди. На самом деле, к Шайлу Баффу я тоже не отношусь как к небожителю. Понятно, что он тоже со своими закидонами, потому они друг дружку и нашли. В друг дружке, как бы так сказать, понимание. Вот что Шайла Бафф сказала про Тома Харди. На съемочной площадке Том Харди ведет себя как горилла, которая метит свою территорию по углам. И это становится не общим пространством, а его. В 2011 году Шая и Том снимались в криминальной драме «Самый пьяный округ в мире», в которой сыграли братьев. Хотя, вообще-то, они на братьев не похожи совершенно, но фильм вполне неплохой и даже немного недооцененный. Во многих изданиях тогда стала распространяться новость, что Шайя нокаутировал Тома во время съемок. Шайя сам рассказал об этом случае. «Мы часто подкалывали друг друга во время съемок. Однажды ко мне приехала моя девушка, и мы проводили время вместе. Потом в комнату вошел Том и начал бороться со мной. Я был абсолютно голый. Потом мы оказались у лестницы. Том отступился и упал. И потом всем вокруг рассказывал, что я его нокаутировал». Я хочу, чтобы вы представили эту сцену, как Том Харди накинулся на голову Шайла Баффа и, значит, начал с ним отвоевывать территорию. Еще один классный и достойный претендент для спарринга, по мнению Тома Харди, это Алехандро Гонсалес Иньяриту, режиссер фильма «Выживший». Говорят, атмосфера съемки была очень напряженной, так как съемки были на холоде и был использован естественный свет. Так что неудивительно, что такие обстоятельства могут стать источником конфликтов во время съемок, а уж если съемки с Том Харди, то источник конфликта можно не создавать и не искать. Тем более Ди Каприо со своим перфекционизмом, наверное, заставлял всех переделывать дубли, пока не был достигнут идеальный кадр. И Алехандро как бы тоже парень такой темпераментный, как и наш Том. Мне кажется, ну это, конечно, мое субъективное сейчас мнение будет, но вы можете его прокомментировать в каком-то негативном ключе. Но вот эти вот психические состояния Тома влияют на его социальные навыки. И я не спорю, что он, возможно, очень тактильный и нежный человек, но из-за общественных устоев и требований к мужчинам он выбирает такой стиль общения, чтобы показывать свою чувствительность. Но делает это он выбросами тестостерона и спаррингом с коллегами. Но Том Харди, помимо вот этой вот всей темы с агрессивностью, он на самом деле такая дива. То есть он не... ты ему только дай условия какие-то не подходящие, он откажется сразу. Конечно, не все звезды поклонники прессы, но чтобы до такой степени не уважать репортеров, это, наверное, нужно иметь какие-то очень крепкие личные убеждения или, в принципе, низкую степень уважения к другим людям. У меня есть подозрение, что Том Харди обладает низкой степенью. Дрю Маквинни делал репортаж для HitFix на вечеринке в честь фильма с Леонардо Ди Каприо. Тогда Харди заставил репортеров ждать 4 часа и потом вообще отменил интервью. Вообще, мне вот всегда интересно, когда вот такой парень агрессивный, посмотреть его фотографии из детства, там, из юности, да, где такой милый мальчик, а потом такой превратился в какого МГСника. Так вот, посмотрите, Том Харди начинал как моделька, потом он как настоящий сибиряк попробовал себя еще и в рэпе, в чем, конечно, не преуспел. Если вы, ребята, конечно, любите сплетничать, то подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, там у нас рассадник, все самого прекрасного, интересного, необычного. Так что там все найдете и про Тома Харди тоже, если мы сейчас еще что-то дополнительное найдем, чай после этого ролика, то закинем туда. Так вот, вернемся теперь к болтовне Тома Харди про его сексуальность. Опять же, я думаю, что это действительно очень похоже на случай с Каминг-аутом Марлоном Рондо, когда человеку на все наплевать, поэтому просто он говорит, он никогда не строит из себя кого-то, он такой, какой он есть. Еще же не стоит забывать, что Том Харди британец, а в Британии это обычное дело. В Британии вообще немного другое отношение к ЛГБТ. Именно в Британии снимают хорошие фильмы из сериала про квиров, даже близкие друзья, мои любимые и лучшие сериалы про геев родом из Британии. Там с этим как-то отношение, в принципе, полегче. Чтобы вы понимали, после этого признания, что он и по девочкам, и по мальчикам, все по настроению, он не говорил, что он не бисексуал, он никогда не говорил, что я 100% натурал, и никогда не отрицал. Но единственное, поменялась его риторика повествования. Он просто перестал хотеть говорить на эти темы, потому что он все-таки реалии Голливуда, если ты играешь таких мачо, да, ты не можешь просто ходить и всем говорить, что я и на заднем дворе люблю, и на переднем. Тут надо как-то сдерживать себя. Именно как раз-таки из-за политики Голливуда, о чем я много раз уже говорила. Том сотрудничает с Линди Кинг из United Agents. Она работает с агентством CIA. Кстати, одна из подопечных Линди, Кира Найтли, тоже подписывала контракт с CIA. Складывается такое впечатление, как будто кому-то разрешено играть в такие кавейры игры и позаигрывать, а кому-то нельзя. Мне кажется, голливудские воротилы заметили Харди только после Бронсона, проигнорировав то, что он может быть разным и не только брутальным мужиком. Например, в фильме Стюарт «Прошлая жизнь» Том играет наркомана и маргинала, и в его игру веришь. Хотя от его привлекательных черт лица ничего не осталось. Просто видишь торчка, и, прости господи, его игра все равно великолепна. Такое ощущение, будто человек может иметь только одну сторону, которую будет покупать зритель, а то другое, что вряд ли купят, надо скрывать и отрицать. Например, когда ты молод и такой андрогинный, как Гарри Стайлс или Тимоти Шаламе, тебе разрешено одеваться вне бинарного кода. Я не знаю ни одного гея из Голливуда, который был бы супер-мега-звездой. Вы начнете называть имена актеров геев, но, если честно, они ведь не звезды, а листа, посмотрите сами. Джим Парсонс, все его знают только как Шелдона. Нил Патрик Харрис, его помнят только по сериалам и он ведущий мероприятий. Сэр Иоанн Маккеллен, назовите кого-то помоложе. Этот только работал и только на старости лет стал звездой, сыграв Гэндальфа. Я все-таки думаю, что Тому по секрету нашептали на ушко, что давай-ка ты с этой темой завязывай, иначе ты не получишь роль. А тут уж выбирать не приходится, каким бы смелым ты ни был. Обратите внимание на то, что Том Харди до Голливуда тоже симпатичный. В интернете можно встретить много фотографий со времен Майспейс, и он выглядит весьма беззаботным. У вас новое сообщение от Тома Харди. Том сказал, что вы можете говорить что угодно, я эти фотографии не остыжусь. Да, мой пенис выглядит на них как маленькая канарейка, но это не должно тебя беспокоить, дорогая. Вообще, в этом плане он довольно смешной человек. Вот Майспейс, это на котором он сидел, сайт, это как Тиндер, короче. И там можно поставить о себе какое-то описание, нам рассказать. Сейчас я вам прочитаю очень откровенное описание Тома Харди себя на Майспейс. Я никогда не вру. Если вы отстой, значит вы отстой. Если вы хороший человек, я отдаю вам честь. Я весь ваш. Я из кожи вон вылезу, чтобы помочь ближнему. Но если вы меня подведете, я это просто забуду. Я здесь не для такого. Я послан в этот мир, чтобы жить и отдавать всего себя. Питать собой, чем забирать что-то и уходить. Я прямой и честный. Ну согласитесь, что это такой очень искренний текст на самом деле. Вот это прям вот, какой вот он есть. Вот я открыт всему миру. Да я такой какой есть. И в этом причина того, что он легко сделал камингап. Ну я такой, блин, я такой. Да, я люблю мальчиков тоже. Хотя может Том Харди просто все это накалякал под кайфом, а мы сидим разбираем его текста. Кстати, я не знаю, видели ли вы вот эту фотографию его с Майспейс. Ну я, конечно, ничего не утверждаю. Девочки, ну по-моему, так фотографируется далеко не каждый. Эту фотографию без цензуры я забыржу в телеграм-канал, потому что здесь будет уже чересчур. Том Харди встретил любовь всей своей жизни Шарлотту Райли во время съемок «Грызового перевала». Он играл там Хитклиффа, а Шарлотта – Кэти. Отношения Тома и Шарлотты закрыты для прессы. Они редко делятся подробностями их личной жизни. Но любопытные фанаты и репортеры начали копать, чтобы узнать, как они познакомились, что между ними общего. В то время у Тома уже была пара – Рэйчел Спид. Стойте. Первенец Тома родился в 2008 году. Премьера «Грызового перевала» была в январе 2009. Получается, Том и Шарлотта замутили, когда беременная женщина ждала Тома дома. Самое удивительное в этой истории, что Том и Рэйчел до сих пор общаются, и она даже была на свадьбе Шарлотты и Тома в 2014 году. Том к тому времени был уже вполне признанным актером. Он постоянно играл плохих парней, но и выглядел очень эффектно. Райли же в то время выглядела, как хорошая и скромная девочка. Ей тогда было 27 лет. Она делилась, что в первую встречу она даже боялась подойти к Тому, и, видимо, ее страхи были оправданы. В 2010 году Том сделал предложение Шарлотте, но она не спешила вступать с ним в брак, потому что думала, что Том ненадежен. Да и после съемок вначале циркулировали слухи, что Том развлекается с Линдси Лохан. Но убедившись, что это всего лишь слухи, и узнав его получше, Шарлотта согласилась. Однако вышла за него замуж только в 2014 году. Время от времени в таблоидах светятся заголовки, что Том изменяет Шарлотте. Еще проскальзывают слухи, что он до сих пор не отказался от своих зависимостей. И это причина, почему, например, так и не берутся снимать второй сезон сериала Табу, в котором Том не только актер, но и продюсер, и писал сценарий вместе со своим отцом. Просто Том, к сожалению, реально сейчас зависимый, не только от алкоголя, а и от более серьезных веществ ему приносили даже препараты, вот эти вот, трейлер, когда они работают. Вообще, есть очень много инсайдерской информации про Тома Харди, не такой прикольный и смешной, который я рассказала, а скорее про то, как он жестоко обращается с окружающими людьми, как он изменяет своей жене, как он пьет и напивается до полумрачного состояния. Вот, например, есть то, что мы нашли. Глядя на него на примере, вы никогда не догадаетесь, что 12 часами ранее этот актер первой категории лежал наполовину на улице, наполовину тротуаре мертвецки пьяный после бурной ночи. Даже до того, как я открыла плашку, чтобы посмотреть, о ком речь, я уже поняла, что, наверное, речь о Томе Харди. Пишите свое мнение, дорогие друзья. Мы искали информацию про всяких его там мальчиков-зайчиков, но пока особо не светится, пока нигде не нашли. Если найдем, то, конечно, я выложу или расскажу об этом. Но мне почему-то что-то подсказывает, что если это все-таки произойдет, если он себе зайдет, например, парня, то мы об этом узнаем. Он, может быть, сам об этом расскажет. У меня есть такое ощущение, что Том Харди не будет вилять хвостом. С вами была Дарки, дорогие друзья. Я решила, начиная с этого ролика, полностью поменять концепцию моих видео и сделать ее более живой, более естественной. Ну, вот мне хочется так. Я чувствую, что я должна развиваться в этом направлении. Поэтому ждите. Следующий ролик будет на очень безумно скандальную тему. А после него будет «Голубой Голливуд» третья часть. Увидимся с вами через неделю. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, потому что, оказывается, 400 тысяч и постоянных зрителей, а что-то подписано-то нифига не много. Подписывайтесь, пожалуйста. Увидимся через неделю. Всем пока.